Добрый вечер! Вы смотрите предвыборные дебаты на Реалитате ТВ. Их веду на русском языке я, Мария Левченко. В студии сегодня со мной представитель демократической партии Елена Белякова. Добрый вечер! Добрый вечер! В сегодняшнем выпуске дебатов должен был принять участие независимый кандидат Анатолий Дога. Однако он не смог к нам прийти, поэтому диалог будет вестись между нами. Для начала я напомню о правилах. В начале дебатов у кандидата будет по три минуты для того, чтобы представить свою платформу. Далее, согласно стабильной процедуре, пять вопросов с нашей стороны. Но так как сегодня нет оппонента, оппонировать будем мы в форме вопросов. И в конце отводится по минуту для предвыборного кандидата, чтобы подвести итоги. Итак, начнем. Три минуты для того, чтобы представить платформу демократической партии в вашем случае. Спасибо большое. Добрый вечер. Я являюсь кандидатом от демократической партии и хочу рассказать немножко о том, с чем идет демократическая партия на эти выборы. Нашим приоритетом в этой предвыборной кампании мы сделали семью. Это не случайно. Семья – это основа нашего общества. Это барометр того, насколько здоровое наше общество, как мы относимся к семье, как мы относимся к воспитанию детей, как мы относимся к старшему поколению. Зависит то, как мы будем жить дальше. Вот именно на это нацелены все наши программы, которые мы представляем в нашей предвыборной платформе. Это экономическая программа, которая включает в себя развитие новых рабочих мест, инвестиции в нашу страну и большой пакет проектов, которые нацелены на нашу молодежь. Это проекты, которые призваны сделать так, чтобы молодежь оставалась в нашей стране, чтобы она не уезжала за рубеж, а могла начать здесь свой бизнес. Для этого предусмотрены различные программы, различная финансовая помощь. Естественно, приоритетом для нас является развитие сельского хозяйства. Здесь мы тоже предлагаем проекты, которые нацелены на снижение процентной ставки до 8%, которые нацелены на то, чтобы молодые люди могли начать свой бизнес в сельском хозяйстве. Для этого тоже предусмотрены различные субсидии, различные гранты, которые будут даваться молодым предпринимателям для того, чтобы они начали свой бизнес в нашей стране. На это нацелена наша программа, связанная с образованием, с получением качественного образования, с развитием профессионально-технического образования. На это же нацелена наша программа, связанная со здравоохранением. Здоровье нации – это наш приоритет. И здесь мы предлагаем программы, которые будут нацелены на то, чтобы наши граждане, граждане нашей страны могли получить полный пакет услуг, чтобы эти услуги были приближены к нашему населению. Мы предлагаем в нашей стране, в Республике Молдова, сделать в трех крупных городах – в Бельце, в Кишиневе, в Кагуле – крупные медицинские центры, которые были бы оснащены самым новейшим оборудованием. Конечно, мы предлагаем программу по развитию наших малых городов. Это и программы, которые связаны с развитием инфраструктуры. Конечно, без развития инфраструктуры, без того, чтобы наша страна имела хорошую сеть, хороших дорог, не только национальных, но и внутри наших населенных пунктов, невозможно развитие. Но все это было бы невозможно, если бы мы все не понимали, что мы все граждане Республики Молдова, независимо от этнической принадлежности, независимо от языка. И мы должны сделать все, чтобы основой нашего общества была консолидация на принципах равноправия, взаимопонимания и взаимоуважения. Спасибо, госпожа Белякова. Вынуждена вас прервать. И буду вынуждена в дальнейшем вас прервать, если исчерпывается лимит отведенного времени. Ну что ж, приступим к вопросам с нашей стороны. И вот первый вопрос таков. Посмотрите, сегодня был представлен очередной опрос общественного мнения. Судя по нему, будущая власть будет коалиционным. Но нам бы было интересно, как вы считаете, каким образом можно обеспечить независимость институтов государственной власти, о которых все говорят об этой независимости, если министерство распределяется по квотам той или иной партии, оговоренным в ходе переговоров о соглашении о создании будущей коалиции. Итак, если упростить, то как можно обеспечить независимость института власти в условиях, когда эти институты делятся между партиями коалиции? Две минуты. Я думаю, что так же мы работали и этот период, когда наши партии были во власти. То есть точно так же была такая же система распределения институтов между партиями. Но я думаю, что если сохранится такой же порядок распределения, это уже будет зависеть от каждой партии, которая пришла во власть. Если партия идет во власть, она отвечает за то, что она делает. И я думаю, что мы все должны понимать, что придя во власть, будучи и работая в правительстве, мы должны заниматься теми задачами, которые стоят перед каждым отдельным министерством и ведомством. И учитывать в первую очередь наши общие интересы, наши страны. У вас остается более минуты времени, если я не ошибаюсь, но не суммируется. Мы вас предупреждали в начале эфира, вы должны об этом знать. Если хотите, продолжите. Если нет, это таков ответ на вопрос об независимости института власти. Хорошо. Перейдем к другим вопросам. Вот как вы считаете, стоит ли снизить минимальный возраст, при котором граждане Молдовы начинают голосовать с 18 до 16 лет? Уместно ли это? Я думаю, что мое мнение, что возраст нужно оставить в 18 лет, потому что все-таки это очень серьезный момент в жизни каждого молодого человека. И я думаю, что в 18 лет это все-таки тот возраст, когда наши молодые люди завершают свое образование лицейское, завершат свое профессиональное образование. И сегодня у меня была встреча как раз с молодыми нашими людьми в лицее Катюбинского. И мы этот вопрос тоже обсуждали. И вот я, разговаривая с молодыми нашими людьми, пришла к выводу, что они вот сейчас готовы к тому, чтобы определиться со своим выбором. Я думаю, что 16 лет это, наверное, все-таки возраст, когда еще молодой человек, молодая девушка, и им, наверное, сложно еще определиться в этом нашем достаточно обширном спектре политических партий и различных программ. Я думаю, что для этого все-таки нужна определенная зрелость. Я считаю, что 18 лет это хороший, нормальный возраст для того, чтобы молодой человек мог сделать свой выбор. Хорошо. Избрание главы государства не менее актуальная тема для нашей страны в условиях уже имеющегося опыта политического кризиса. Как считает партия демократов? Каким образом нужно избирать главу государства? Нужно или не нужно менять 78-ю конституцию? Ну, я думаю, что тут партия демократов считает, что нужно вносить изменения не только в систему избрания главы государства, но и в систему избрания парламента. Мы предлагали изменить систему избрания, сделать ее смешанной. Пока что этот вопрос обсуждается. Мы думаем, что в следующем парламентском сроке нашем мы вернемся к этому вопросу, потому что этот вопрос очень важный и актуальный для нас. Я думаю, что если часть парламента будет избираться по партийным спискам, вторая часть будет избираться, и люди, которые придут в парламент, будут приближены к тому месту, где они проживают. Это даст возможность национальным меньшинствам больше иметь представительство в парламенте. Я думаю, что эти вопросы в следующем нашем электоральном периоде будут обсуждаться. А что касается способа избрания главы государства, это должно быть прямое голосование? Или вот я здесь не поняла? А я думаю, что это мы, наверное, должны спросить. Не только политические партии должны определять это, а я думаю, что все-таки нужен совет с народом. Не референдумами, я думаю, что да. Хорошо. Нужно или нет использовать камеры видеонаблюдения? Поговорим далее о системе образования. Итак, нужно или нет использовать камеры видеонаблюдения во время сдачи экзаменов по Бакалавру пока. Вы знаете, я думаю, что камеры видеонаблюдения, о которых так много говорится, это не самая большая проблема в нашем образовании. Вы знаете, что сейчас был принят новый кодекс об образовании. Это для нас своего рода такая дорожная карта на достаточно серьезный период времени. Кодекс образования вызвал большой-большой отклик в нашем обществе. Было много обсуждений этого документа. И я думаю, что эти обсуждения еще будут продолжаться, потому что многие вопросы для разных категорий граждан остались не совсем до конца освещенными. Очень сильно этот вопрос обсуждается среди национальных меньшинств. Я говорю об этом с полной ответственностью, потому что уже в течение пяти лет работаю директором Бюро международных отношений и знаю те проблемы, которые возникают. Камеры видеонаблюдения, я думаю, что может быть это какой-то определенный стресс, но я думаю, что наша молодежь в принципе должна к этому привыкнуть и относиться к этому спокойно. И если человек уверен в своих знаниях, уверен в том, что он получил за эти 12 лет обучение в школе, в гимназии, в лицее, я думаю, что камера ему совершенно будет не помехой. А думаю, что нужно сосредоточиться немножко на других моментах, которые связаны и с преподаванием различных предметов. И хочу остановиться на том, что много вопросов у нас возникает с преподаванием государственного языка в учебных заведениях, в которых преподавание ведется на русском языке, особенно в местах компактного проживания. Но в этом году, когда сдавали бакалару, скажем, в Гагаузии в нашей, если в прошлом году были проблемы, то в этом году их стало меньше, потому что повысился уровень преподавания государственного языка. Поэтому я думаю, что нам нужно сосредоточиться на многих моментах, связанных с внедрением этого козекса, с разработкой новых регламентов. А камера это уже, так сказать, атрибутика, к которому мы потихонечку привыкли. Спасибо, ваша позиция ясна. Вот, кстати, о преподавании на различных языках. Как вы считаете, вопрос вам должен быть знаком. Достаточно ли преподаются языка национальных меньшинств в нашей стране? Я считаю, что языки национальных меньшинств в нашей стране преподаются в достаточном объеме. У нас практически везде в местах компактного проживания национальных меньшинств везде есть школы с преподаванием на русском языке, где преподаются языки национальных меньшинств. Украинский язык, это в основном у нас преподается на севере нашей страны. Естественно, в Кишиневе есть несколько лицеев с преподаванием украинского языка. В нашей стране преподается гагаузский язык, преподается болгарский язык, преподается польский, немецкий, но в меньшем количестве школ. Поэтому в этом плане, я думаю, что... Отвечает существующая система требований, вот в чем вопрос. Требованием национальных меньшинств. Существующая система образования отвечает требованиям национальных меньшинств. На ваш взгляд, отвечает. В продолжение этого вопроса задам вам дополнительный вопрос. Как насчет преподавания государственного языка национальным меньшинством? Отвечает ли преподавание госязыка, румынского языка интересам национальных меньшинств с той точки зрения, чтобы это было эффективное все-таки образование? Интересам национальных меньшинств, конечно, отвечает. И когда мы слышим мнение о том, что национальные меньшинства не хотят изучать государственный язык, я хочу сказать, что это не просто не совсем так. Это национальные меньшинства хотят изучать государственный язык. Я хочу сказать о том, что тут нужно разделить вопросы. Нужно говорить о том, как изучается государственный язык. Давайте я уточню. Я говорю об уровне преподавания языка. Часто мы слышим обвинения в адрес национальных меньшинств о том, что они не хотят учить румынский язык в нашем случае. А эффективно ли он преподается для того, чтобы его хотеть изучать? По поводу эффективности преподавания, я думаю, что тут, конечно, есть вопросы, особенно, что касается мест компактного проживания национальных меньшинств. Потому что давайте говорить о том, что государственный язык в местах компактного проживания, если мы будем говорить о Тараклийском районе или будем говорить о Гагаузии, как правило, преподается не носителями языка. То есть это те люди, которые изучили этот язык, получили образование либо на курсах, которые в частности организовываются при помощи бюро международных отношений, это курсы АнТЕМ, которые получили определенную подготовку и усовершенствовали свой язык на различных курсах. Но все равно это не носители языка. И я думаю, что в этом смысле мы, конечно, должны сделать все, чтобы в наши места компактного проживания национальных меньшинств поехали выпускники нашей академии педагогической, которые являются носителями языка. И от этого уровень и преподавания, и отношения, и понимания государственного языка намного повысится. Поэтому в этом смысле нам, конечно, нужно будет сделать еще очень много. И в этом смысле бюро международных отношений разрабатывать стратегию по интеграции национальных меньшинств, в котором одним из приоритетов является именно раздел, который связан с языком государственным, с языками национальных меньшинств. Вот последний вопрос в продолжении этой темы. Он немного носит провокационный характер. Я даю себе в этом отчет. Как Демократическая партия относится к названию официальному языку и к решению Конституционного суда, из которого можно сделать вывод о том, что язык все-таки румынский, а не молдавский, как утверждает Демократическая партия? Демократическая партия, я думаю, что не утверждает о том, что язык молдавский. Ну, лидер вашей партии, по крайней мере. Да, лидер нашей партии, насколько я знаю, и вот на тех последних встречах, которые были даже с представителями национальных меньшинств, говорил о том, что каждый человек должен сделать свой выбор. И если гражданин нашей страны считает, что он говорит на молдавском языке, значит, он говорит на молдавском языке. Если он считает, что он говорит на румынском языке, он говорит на румынском языке. Но я могу сказать немножко о том, что вот как национальные меньшинства воспринимают этот момент. Но с учетом того, что наши дети вот в течение 12 лет уже, кто закончил учебное заведение, все-таки изучали в школе румынский язык, то это как бы уже так вот оно, скажем, такое понятие уже для нас, для представителей национальных меньшинств достаточно устоявшееся. Поэтому я думаю, что это выбор каждого. Спасибо вам. И, кстати, интересное замечание, потому что до сих пор мы думали, что Демпартия считает, что язык называется молдавский. Вот вы нам рассказали. По крайней мере, из парламента звучит такая позиция. Вы рассказали, что дело обстоит немного иначе. Но в любом случае продолжим. Поговорим на другую тему. Например, налог для религиозных культов. Должен ли существовать подобный налог в нашей стране? В нашей программе Демократической партии есть особый раздел, в котором мы объясняем нашу позицию в отношении религии, в отношении культов. Мы считаем, что нужно поддерживать, я имею в виду, что нужно поддерживать наши церкви в плане той деятельности, которую они ведут по поддержке социально уязвимых слоев. Есть, вы знаете, что многие, кто поддерживают и детские дома, ведут там большую работу. Вот тут, я думаю, что мы должны, скорее всего, государство должно поддержать в этом плане. И вот ту работу, которую большую работу, разъяснительную, просветительскую, которую ведет наша церковь, мы должны делать ее вместе. Как насчет закона о недискриминации, закона о равенстве шансов, который был принят во время, в том числе правления Демпартии, вызвал широкий резонанс? Этот закон. Не нужно ли пересмотреть его? Я не думаю, что нужно пересматривать этот закон. К сожалению, у нас этот закон в обществе обсуждается немножко однобоко. То есть у нас как бы упор делается на какие-то определенные части этого закона. Но мы забываем о том, что этот закон призван к тому, чтобы защищать права людей с ограниченными возможностями. Защищать права тех людей, которые нуждаются в поддержке, у которых возникают различного рода проблемы. То есть не надо этот закон сводить только к тому, что этот закон направлен на различные сообщества. То есть этот закон касается в целом защиты прав граждан. Я не думаю, что там есть какие-то моменты, которые требуют сейчас срочного пересмотра. У нас есть очень много других документов. И так вы оставляете его в той редакции, в которой он был принят? Я думаю, что пока он останется в той редакции. Спасибо. Давайте пойдем затронем еще несколько вопросов, которые касаются легализации некоторых вещей, которые происходят в нашем обществе. Например, я задавала этот вопрос уже гостям, которые у нас были, электоральным конкурентам. Честно признаюсь, реакция была неоднозначной, хотя мне непонятно. Если мы о чем-то не говорим, мне значит, что этого нет. Речь идет о легализации проституции. Как вы считаете, нужно ли легализовать проституцию в Республике Молдова? Я думаю, что на сегодняшний день не стоит так этот острый вопрос о том, что нужно легализовать проституцию. Все-таки мы страна с очень устойчивыми, нравственными, религиозными ценностями. Поэтому я думаю, что не надо в стране, где сохраняются традиции, поддерживаются традиции, не нужно усугублять ситуацию. И не нужно поднимать те вопросы, которые для нас на сегодняшний день не являются жизненно важными и жизненно необходимыми. Я думаю, что у нас с вами в следующий период, к которому мы идем, очень много вопросов, связанных с тем, что мы должны обеспечить нормальный уровень жизни, мы должны обеспечить хорошие условия для наших детей, мы должны обеспечить хороший уровень жизни для нашего старшего поколения. И нам для этого нужно приложить огромное количество усилий. А эти вопросы, я думаю, что они, так сказать, если их не торпедировать, если на них не акцентировать внимание, они как бы живут своей жизнью. И нужно дать возможность... Я понимаю, простите за то, что прерываю вас, просто напомню, что по разным данным Молдова, одна из лидеров стран, возможно, в регионе, в регионе так точно, одна из лидеров стран, где уровень сексуального туризма зашкаливает. Почему вы считаете, что этот вопрос не актуален? Я считаю, что об этом стоит поговорить и рассмотреть всерьез легализацию проституции. Почему нет? Как дополнительный источник пополнения в бюджет? Ну, в таком случае этот вопрос должен быть, наверное, хорошо изучен. И, наверное, должен быть проконсультирован в обществе. Насколько на сегодняшний день это для нас важно и актуально. По каким еще вопросам Демократическая партия планирует провести консультации с обществом? Демократическая партия по всей своей программе проводит консультации с обществом. И я хочу сказать, что в этом электоральном периоде нами выбрана, вот в течение всего этого предвыборного периода, нами выбрана достаточно трудоемкая, достаточно сложная для нас практика. Мы практически все, каждый день, каждую минуту мы находимся в территории. И по всем тем вопросам, о которых мы сегодня говорили, о которых мы, может быть, не успели поговорить, мы ведем консультации буквально по каждому вопросу мы ведем консультации на месте. Вот три примера, простых примера. Один, два, три. Проводите консультации по одному, второму, третьему вопросу. Все, что касается вопросов социальной защиты. Естественно, что это, наверное, самые большие, больные наши вопросы, в которых возникает очень много нареканий. Много там вопросов, связанных с тем, как, допустим, даже технически идет процесс и выплаты пенсии, и выплаты определенных пособий. Вот, находясь в территории, мы видим эти проблемы, и мы знаем мнение людей о том, что нужно, где нужно упростить, где нужно снять какие-то барьеры, которые мешают нам двигаться дальше. То есть, ну, практически по всем вопросам, которые у нас озвучены в программе, по вопросам, связанным с молодежью, по вопросам, связанным со здравоохранением, и с социальным обеспечением, и с образованием. На протяжении всего этого периода, ну, вы поймите, что, находясь в территории, говоря каждый день с каждым человеком, с которым мы встречаемся, естественно, мы говорим о тех вопросах, которые отражены в нашей программе. Ну что ж, спасибо вам за ответы. К сожалению, он не пришел в ваш визави, и поэтому с нашей стороны потребовались дополнительные ответы, для того, чтобы ваше время не сгорело. У вас теперь минута для того, чтобы подытожить свои мысли, свой посыл к потенциальным избирателям. Пожалуйста. Я хочу остановиться на одном очень важном вопросе в конце нашей сегодняшней встречи. Я хочу сказать о том, что Республика Молдова – уникальное государство по своему этническому составу, по своим лингвистическим связям, по своим межэтническим связям. Государство, в котором 25% населения составляют национальное меньшинство. И одним из приоритетов демократической партии является сохранение мира и спокойствия и благополучия в нашей стране. Это возможно только при консолидированном обществе. И именно демократическая партия является той политической силой, которая, сохраняя равновесие, сохраняя стабильность в нашей стране, может привести нас к миру и дать возможность развитию нашей страны. Я хочу сказать о том, что демократическая партия в этом избирательном периоде находится в электоральном списке под номером один. И я призываю всех, в первую очередь, всех граждан нашей страны, исполнить свой гражданский долг. Время истекло. Госпожа Белякова, пожалуйста, вкратце закончите мысль. Исполнить свой гражданский долг и 30 ноября прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. Да, спасибо, что завершили мысль. Мы благодарим вас за то, что приняли участие в сегодняшнем выпуске дебатов. Желаем вам удачи на выборах. Напоминаю, в студии Реалитати ТВ сегодня была Елена Белякова, представитель демократической партии. С вами должен был принять участие в дебатах. Независимый кандидат Анатолий Дога. И напоминаю, что время, которое не использовали электоральные конкуренты, оно сгорает. Состав участников каждый раз определялся путем жеребьевки. Еще раз успехов. Спасибо. Мы увидимся завтра в 8 часов. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»